МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей новостей! Ты смотришь Универньюз. Меня зовут Адель Сальхов. Сегодня в нашем выпуске. Всероссийский медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи стартовал в Казанском университете. Президенту Республики Татарстан Рустаму Мениханову исполнился 61 год. В музее имени Лобачевского открылась выставка от первопытности к цивилизации. Казанский федеральный университет выступил одним из организаторов студенческого медиафорума. Для студентов выступили известные журналисты и преподаватели российских университетов. На какие темы казанские студенты побеседовали с гостями, вы узнаете прямо сейчас. 1 марта в Казанском федеральном университете организован медиафорум студенчества и вызовы цифровой эпохи. Организаторами выступают Росмолодежь, Международная ассоциация студенческого телевидения, телеканал Универ-ТВ и Высшая школа журналистики и медиакоммуникации КФУ. Первый мастер-класс «Что должен знать студент о работе в современной мультимедийной среде» вел советник Международного информационного агентства «Россия сегодня» и профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Олег Дмитриев. Я сегодня пытался поговорить, надеюсь, мне это удалось. Мы разговаривали вообще о том, что нужно журналисту, какие знания и умения нужны. То есть нужно помнить о том, что любому журналисту нужно испытывать большое удовольствие, я бы даже сказал, кайф от того, что он рассказывает истории, то, что он общается со своей целевой аудиторией. Вот этому как раз я и пытался, ну не научить, а вот этим я пытался зажечь вот всех тех, кто здесь собрался. Также Олег Дмитриев высказал свои пожелания молодым журналистам. Я советую молодым журналистам не опускать руки, советую быть постоянно в тонусе, знать то, что происходит, знать о том, что такое профессия и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ведущий эксперт экспертного совета Института развития интернета Максим Корнев вел мастер-класс «Новые медиа в цифровую эпоху». Сегодня я расскажу про новые цифровые технологии, про то, как сейчас происходит взаимодействие с аудиторией, я выделю 10 главных ключевых понятий, и у меня будет сейчас такое предложение к залу, тоже параллельно со мной определить для себя те вещи, те ключевые слова и понятия, которые я пытаюсь объяснить. Максим Корнев также отметил, что сегодня рамки между традиционными и новыми видами средств массовой информации сейчас стерты. Все медиа цифровой средой, они как бы так накрываются, как вот Wi-Fi или как какими-то новыми, значит, там, волнами, которые изобретают люди, и вы просто в этом живете. Вопрос только, есть ли у вас приемник на эти волны или его нет. Соответственно, если вас нет в этой сфере, значит, вы валиваетесь из огромного большого поля, да, из параллельной жизни. Также в рамках медиа-форума состоялась конференция Межнационального совета Международной ассоциации студенческого телевидения «Межнациональные и межконфессиональные отношения в студенческих медиа в эпоху цифровизации». Подробнее об этом и о втором дне медиа-форума вы узнаете в следующем выпуске. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Свой 61-й день рождения 1 марта отмечает президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Он также является и председателем попечительского совета, Казанского федерального университета. Весь день президент Татарстана получал пожелания от друзей, коллег и жителей Татарстана. О том, какие поздравления оказались самыми интересными и креативными, расскажет Анна Глазунова. У президента Республики Татарстан Рустама Мениханова 1 марта день рождения. Главе республики исполнился 61 год. Жители Татарстана поздравили президента в различных социальных сетях. В основном желали здоровья, успехов в работе и благополучия. В инстаграме количество комментариев давно уже превысило полторы тысячи. В своем личном аккаунте в социальной сети инстаграм Рустам Мениханов опубликовал ролик с обращением, где поблагодарил всех за многочисленные поздравления с днем рождения. Огромные слова благодарности всем, кто через инстаграм, вконтакте поздравил меня. Я очень благодарен. Желаю всем вам успехов, счастья, здоровья. Видео поздравления для президента Татарстана записали и жители Бугульмы. Они благодарят Рустама Мениханова за предоставленные возможности развития в области медицины, спорта и культуры. Спасибо вам за наш город. Нашим детям здесь комфортно и уютно. Желаем вам успехов! В честь дня рождения Рустама Мениханова жители Татарстана записали музыкальное поздравление. В своем видеоролике они поздравили президента на татарском, русском и английском языках. В последнее время значительно падает интерес школьников географии. Повысить интерес к предмету, активизировать деятельность учащихся на уроках – такие задачи ставит перед собой русское географическое общество. Какое будущее теперь ожидает предмет по изучению мира, расскажет Адель Шумилова. Школьный предмет географии стремительно теряет к себе интерес среди российских старшеклассников. В этом абсолютно убеждены представители регионального отделения Всероссийской общественной организации Русское географическое общество в Республике Татарстан. С чем связана столь неутешительная тенденция, обсудили на площадке Казанского федерального университета 1 марта. Так как в последнее время географическому образованию и географии в нашей Республике начали уделять недостаточное внимание, мы считаем. В соседних регионах существует много таких организаций, но самое главное, что у нас по географии пишут очень мало народа. Вот нас что беспокоит. Мы считаем, что это один из основных фундаментальных предметов для развития и человека, и нашей страны, поэтому уделяем ему много времени. По предположению эксперта географического общества, самой главной причиной является развитие цифровой эпохи и сети интернет. Кажется, что мир изучен, все страны открыты, города зарегистрированы в Википедии и прочих информационных сайтах, но это не так. Это происходит из-за развития IT-технологий. Много ГИС-технологий присутствует. Мы знаем программу «Дубль ГИС», которая рисует карту, то есть картографии и так далее. Очень много информации в интернете. Кажется, что мир изучен. В завершении стоит отметить, что Казанский университет является партнером Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Татарстан. Наш офис, наше отделение располагается на территории университета, поэтому мы близко сотрудничаем, проводим множество различных мероприятий. Мы друзья. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Выставка от первобытности к цивилизации только начала свою работу, а уже привлекла к себе пристальное внимание гостей. Подробности расскажет Аделя Шамилова. В музее Лобачевского КФУ начала свою работу археологическая выставка от первобытности к цивилизации. Основой выставочных комплексов стали материалы поступлений Фонда Музея археологии Археологического института имени Халикова. Выставка включает материалы полевых исследований 15 археологических памятников, расположенных на территории Среднего и Нижнего Поволжья, охватывающие период от финального палеолита до нового времени. Экспонаты позволяют на примере археологических находок, собранных на месте древних стоянок, поселений, могильников, проследить этапы эволюции материальной культуры человеческого общества. Все представленные на выставке археологические предметы и коллекции уникальны, экспонируются впервые и происходят из объектов археологического наследия федерального и регионального значения. Посетителям выставки представится возможность познакомиться с находками, которые совсем недавно появились в арсенале науки. Еще ждут своих исследований, первых публикаций и, возможно, сенсационных открытий. Аделья Шамилова, Ленарда Валитяров, Неверньюс. На рынке мобильных приложений на первое место вышло приложение под названием «Гетконтакт». Некоторые эксперты обеспокоены, что данное приложение может красть личные данные пользователей. Подробнее далее. В России большую популярность набирает мобильное приложение «Гетконтакт», которое возглавляет первые позиции по скачиванию. При помощи программы можно посмотреть, как человек записан с телефонной книги у своих друзей и знакомых. «Гетконтакт» создавался для блокировки смс-рассылок, звонков со списка запрещенных и узнавать, кто звонил с неизвестного номера. Однако в приложении есть еще одна функция, которая помогает узнать, под каким именем записан скачавший приложение пользователь. Установив приложение, пользователь дает всю информацию со своей страницы или телефона. При первом запуске программы «Гетконтакт» просит доступ к телефонной книге, данные которой передаются на серверы создателей приложения, тем самым соглашаясь на передачу своих данных третьим лицам. Роскомнадзоре сообщили о проверке мобильного приложения на соблюдении требований закона о персональном данном пользователя. Если нарушение о персональных данных подтвердится, то в Медовство может подать суд исковое заявление, в котором потребуется ограничить доступ данного приложения в России. Ралина Султанова, Олег Кашин, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом все. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова